На минувшей неделе стояло заседание «Малое и среднее предпринимательство». С 17 по 27 августа был объявлен конкурс на распределение по выдаче средств финансовой поддержки субъекта малого бизнеса города Кумертау из республиканского и федерального бюджета. На заседание было представлено четыре вида поддержки – стартап, лизинг, приобретение оборудования и социальное предпринимательство. Тогда же 10 предпринимателей прошли конкурсный отбор. 13 пакетов документов вернули на доработку. Доработанные пакеты к нам вернулись, и все вот эти 23 пакета мы сегодня оценивали по бальной системе, предусмотренной муниципальной программой поддержки. Таким образом, прошло 20 пакетов документов, 21 пакет документов. Один из них отправлен на доработку, и одному отказано, поскольку они сами отозвали этот пакет документов. То есть мы его не рассматривали. Так одна организация не прошла конкурсный этап. Причина отказа – недостоверные сведения. А именно цены, указываемые в смете, не соответствуют ценами на рынке. Такого не наблюдалось у остальных предпринимателей. В итоге 21 заявка получила допуск в конкурсе. Между ними распределяли средства федерального и республиканского бюджетов. Сейчас освоено около 16 миллионов. То есть еще запас имеется, поэтому будут объявляться еще конкурсы. Наименьшее представительство среди видов поддержки – социальное предпринимательство. Всего два бизнесмена получили субсидию. Данные два социальных предпринимателя, которых мы пропустили, соответственно, ИП Каракулина занимается развитием детского творчества. У нее студия «Умные детки». А ООО «Русата» занимается тем, что обеспечивает занятость социально незащищенных категорий граждан. Первый этап конкурса завершился. 16 из 95 миллионов рублей освоено. Еще предстоит освоить порядка 80 миллионов рублей. Можно подать документы на среднее и малое предпринимательство в конце сентября, когда объявят новый конкурс. Будут объявляться еще конкурсы. Следите на сайте администрации и в средствах массовой информации. Запас слишком большой, получается. Запас, да, большой. Но подано у нас было изначально 70 пакетов документов на большую сумму. И многим было просто отказано по тем или иным причинам. Так как основная причина отказа – наличие задолженности у предпринимателей, комиссия рекомендует обращать на это особое внимание. И не допускать подобных ошибок в будущем.